МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В прямом эфире программа Восточный экспресс. Меня зовут Сергей Смоленинов. Вот что сегодня для вас подготовили мои коллеги. Полиция как бы сказали, что нужно организовать поиски в этом районе. Поиски пропавших с ИСЭК и Стаса возобновили. Где искали на этот раз, расскажет Александра Фишева. Монаха Шиолини показал мастер-класс бурятским ушуистам. В чем секрет в этом виде спорта в сюжете с Аюной Бухаевой? Паниковать не стоит, но пока еще ожидаем. Вода потихоньку отступает, но расслабляться еще рано. О паводковой ситуации расскажет Александр Батуханов. И начнем с шокирующего происшествия. Двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа. Все произошло сегодня утром в Октябрьском районе. В каком состоянии сейчас, малыш, и можно ли было избежать трагедии? Все подробности в первом материале выпуска. Это произошло около 10 утра. В момент падения мимо проходили люди. Они и вызвали экстренные службы. От них же о случившемся узнала и мама малыша. Сетка выпала. Он лежал, руками, ногами не двигал. Его сразу вызвали реанимацию и отвезли. Мужей нет. Вот так зайдут хлеб, молока, молока постоянно, хлеб уберут у нас. Ну а так что, выпечку берут. Пиво, водку они не видел, чтобы они убрали. А как, а мама не вышла, что ли, сразу? Там вайберы что-то пишут, что до нее еле достучались. Сначала начали кричать дети. Два голоса было. А потом вот это падение услышало. Ну выскочила на балкон, лежит ребенок, мамчик, два годика. К ним давай стучать. Знаете, я как долго стучала. Я и руками, и ногами кричала. У вас ребенок выпало из окна. Тут уже мужчина с улицы пришел. Тоже давай, говорите, стучать. Она открыла дверь. Но я ее увидела, что она глушок в плавках бегает. Видимо, спала. При бывшем на место происшествия сотрудникам ПДН установлено, что пока мама двухлетнего ребенка отлучилась в другую комнату, мальчик открыл окно, обокатился на противомоскитную сетку и выпал с третьего этажа. В квартире действительно проживают две сестры. У каждой по двое детей до школьного возраста. Как выяснилось, одна из них состоит на учете, как находящаяся в социально опасном положении с конца прошлого года. Она проживала одна и вела аморальный образ жизни. Чуть позже к ней переехала сестра с детьми, один из которых и выпал сегодня из окна. Кстати, по мнению соседей, трагедии можно было бы избежать. На протяжении года вот эти дети, кроме русских отборных матов, ничего не слышали. Я ни разу не видела, чтобы родители их одели, вышли с ними прогулялись. Сегодня ребенок в 5.40 утра проснулся. Он кричал, он плакал, плакал. У нас было очень много заявлений на них официальных. В полицию мы подавали ПДН, вызывали. Поэтому то, что случилось, это закономерно. Там еще есть дети, которые тоже опасности подвергаются. Детки в клетке, они там жилят, понимаете? Говорят, они обратились в органы опеки еще в конце июля. Но реакция не последовала. Это фото доказательство того, что дети не в первый раз находились возле открытых окон. Почему семью не поставили на особый контроль, сейчас будут выяснять в Следственном комитете и прокуратуре. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка законности, принятого по результатам процессуальной проверки, правового решения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Проверяют, конечно, и маму, насколько правильно она исполняла родительские обязанности. И не ее ли халатность стала причиной инцидента. Ребенок получает лечение в отделении реанимации. Состояние крайне тяжелое. Врачи делают все возможное для спасения жизни ребенка. Между тем, полиция в очередной раз призывает родителей быть внимательнее к детям, а неравнодушным не проходить мимо потенциально опасных семей. Этот случай стал пятым в этом году именно по факту падения детей. Екатерина Машкарева, Сержанна Мордегеева, Александра Харламова, телекомпания «Оригус». К сожалению, на этом происшествия в республике не закончились. О самых заметных расскажу коротко. 14-летняя девочка утонула в Боргузинском районе. По нашим данным, она отдыхала на берегу реки вместе с семьей. В какой-то момент, очевидно, зашла слишком далеко в воду. Спасти ребенка не удалось. Трагедия закончилась и ДТП в Тункинском районе. Водитель Аки насмерть сбил пенсионера. Все произошло вне зоны пешеходного перехода. Удар был такой силы, что мужчина скончался на месте. Благо, без жертв обошлось возгорание в Новоселиндинске. Ранним утром там загорелся жилой дом. Люди успели эвакуироваться до приезда спасателей. Правда, сохранить жилье не удалось. Все сгорело дотла. Предварительная причина – аварийный режим работы электрооборудования. Поезды пропавших Сысек Буиновой и Станислава Нарбуева возобновили. Накануне волонтеры вместе с кинологами обошли почти весь Улус Хой ТБЕ. Почему следователи решили проверить именно эту территорию и к чему привели поездки. Все подробности у Александры Фишевой. Сысек и Стас исчезли 11 апреля. Тогда на их поиски вышло около тысячи человек. В те дни они прошли и проехали около трех тысяч километров. И нашли полезные для следствия улики. Это кровь Станислава, его вещи и машина Сысек. Поиски без вести пропавших идут уже третий день. Мы ищем везде. Мы не привязываемся к конкретному району Медведчикова. И вот спустя почти четыре месяца поиски возобновили. Правда, теперь искать будут совершенно в другом месте, недалеко от аэропорта. В слом родственников осмотреть эту территорию волонтеры решили по просьбе правоохранительных органов. Ну, полиция, как бы, сказали, что нужно организовать поиски в этом районе. То есть, все-таки следы ведут сюда, да, как будто вообще в другую часть города? Ну да, видимо, да, видимо так. Напомним, в конце июля составили портрет подозреваемого убийца. А также установили маршрут его автомобиля. А как нам пояснили в Следственном комитете, с тех пор ничего нового в деле не появилось. А к помощи волонтеров прибегнули только потому, что расширяет зону поиска пропавших. Накануне добровольцы вместе с полицией прошли почти 150 километров. Осматривали водоемы, кусты, ямы и заброшенные постройки в Хойт-ОБЕ. Даже если кажется, что совсем рядом, по одному не выходим. Как думаете, сегодня найдем что-нибудь или нет? Не знаю, не загадываю ничего. Ну вот вера-то... Как Бог даст. Вера-то есть у вас? Конечно, как у любого человека. Как у любого спасателя, наверное, поисковика. Я по возможности всегда выхожу на поиск. А сколько лет уже этим занимаетесь? Ну, первый раз Дамира Сангадеева искали. Сколько? Шесть лет прошло. А почему вообще ищете? Ну, неравнодушный, потому что... Спасибо вам большое, что вы откликнулись и откликаетесь на нашу просьбу. Большое вам всем огромное спасибо. Мы стараемся жить дальше, как бы пытаемся. То, что мы переживаем, это... Ну, я бы не хотела, чтобы это переживал каждый. Это очень сложно. А как справляетесь с этим? Работа, работа, еще раз работа. Мы стараемся отгонять, но она никуда не уйдет. Никогда уже. На помощь семьям пропавших накануне пришли около 40 человек. Результатов поиски не дали, но их могут возобновить в любой момент. Пока же специалисты будут обрабатывать полученную информацию. Александра Фишева, Санжи Шакжин, телекомпания, Орикус. К другим темам. Жители Бурятии смогут проверить легальность такси онлайн. Минтранс для этого разработал специальный чат-бот. Для сверки нужно будет указать госномер машины и скриншот заказа. В случае, если такси окажется неофициальным, данные отправят в МВД для принятия мер. Как думаете, будет ли данная услуга пользоваться спросом? Скажется ли это на качестве и цене услуги? И нужен ли подобный контроль? Своё мнение по традиции пишите в комментариях. Быстро перейти к обсуждению. Можно по QR-коду на экране. Дожди снова проверят Бурятию на прочность. Синоптики обещают ливни, грозы и местами град. Ветер усилится до 24 метров в секунду. Погода начнет портиться уже завтра, 13 августа. Ненастья задержится на три дня. Сильные дожди с градом пройдут в Прибайкальском районе. Спасатели просят исключить из своих планов дальние поездки, выход в горы и на водоемы. Возрастает риск возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса, дорожно-транспортными происшествиями на автомобильных дорогах. Возможен подъем уровня воды в реках с подтоплением низменных участков местности. В Улан-Удэ на протяжении практически всей недели синоптики обещают облачную погоду. Дожди предположительно прольются в середине и конце недели, включая выходные дни. Между тем, большая вода в столице отступает за выходные. Селенга снизилась на 27 сантиметров. Похожая тенденция и на Удэ. Тем не менее, работы по отсыпке продолжаются. Кто еще остается в зоне риска, выяснял Александр Бутуханов. Запас прочности еще есть. До выхода на пойму в Улан-Удэ больше 70 сантиметров. С прошлого четверга уровень воды постепенно падает. Пиксель инги в этом году достиг 188 сантиметров. Сегодня на 30 меньше. Удэ остановилось на отметке 133 сантиметра. Сейчас едва превышает 1 метр. У нас в Советском районе в зону паводка попадает порядка 11 сантиметра. Это порядка 16 тысяч населения. Мы уже в июне месяце провели методические мероприятия. Определили 8 пунктов временного размещения. Подтопление уже фиксируют в Советском районе. Правда, пока только в подполях. Трассы, тротуары, низменные участки остаются сухими. Но на всякий случай в зону риска привезли деревянные поддоны. Их будут использовать, если дорога или тротуара окажется под водой. На сегодня у нас низменные участки. Это в Советском районе или на левом берегу. Отсыпали уже на острове Комсомольском. Там улицы порядка 300 тонн. И сегодня продолжаем с другой, с правой стороны. Это там, где улица у нас, перевел Горачевского, улица Блюхера. Там тоже порядка 300 тонн ЧПС планируем отсыпать. В Октябрьском районе отсыпали СНТ Ранет. Мост, через который проходила дорога, в товарищество усилили. Положили 3,05 трубы. Начали отсыпку на улице Проточной. Паниковать не стоит, но пока еще ожидаем. Потому что у нас, например, в 2021 году пик пришел 3 сентября. В прошлом году пик у нас был ближе к 20 августа, 259. Ну, мы надеемся, что ничего страшного не будет. Но вместе с тем, август месяц, ситуацию контролируем. Говорят, основная угроза – вода со стороны Монголии. Пока там тихо и потопов нет. Нам тоже якобы бояться не стоит. Гидрометцентр ситуацию у соседей мониторит. Но на всякий случай жители просят держать ценные вещи как можно выше от земли. Александр Батуханов, Александр Тайбинов, телекомпания «Арегус». Тем временем у нас уже есть первые комментарии зрителей о сегодняшних материалах. Давайте их прочтем. Нина считает, что нужен чат-бот. Это касаемо основной темы нашего обсуждения. Недавно приехал вместо назначенного авто другое авто и отказалась от поездки в целях безопасности. Ну, такие принципиальные пассажиры тоже бывают. Антонина считает, что чат-бот нужен, чтобы обезопасить пассажиров. Жаргал считает, что так же, да, что он нужен для безопасности пассажиров, потому что люди будут знать о водителе хоть что-то, ну и, собственно, об автомобиле. Ну, а Евгений считает, что нужен не чат-бот, а нормальная работа такси, чтобы приезжали вовремя и возили куда нужно. Ну, вот еще добавляется, чтобы отображалась фио водителя. Ну, наверное, это тоже позволяет чувствовать себя более безопасным при данной услуге. Присоединяйтесь к обсуждению, вы ждем вас в чате трансляции, не переключайтесь. Впереди еще много интересного. Это все гнилое. Это все гнилое. Град падает прямо с потолка в одном из домов Улан-Удэ, чем опасно бездействие отецных лиц, узнавал дежурный по городу. Монаха Шиолини показал мастер-класс бурятским ушуистам. В чем секрет в этом виде спорта в сюжете с Аюной Бухаевой. Десять лет за диверсию и госизмену такое наказание получил мужчина за преступление на территории республики. Расследованием уголовного дела занималось управление ФСБ России по Бурятии. Пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, осуществившего по заданию спецслужб Украины поджег объекта транспортной инфраструктуры Восточно-Сибирской железной дороги, тем самым оказавшего иную помощь иновстранному государству в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации. Первоначальный приговор Верховного суда мужчину не устроил, и он пытался его обжаловать. Пятый апелляционный суд Новосибирска поставил точку. По двум статьям Уголовного кодекса 10 лет лишения свободы, из которых первые три года виновный проведет в тюрьме. Оставшийся срок в колонии строгого режима. Осторожно, возможны осадки в виде потолка. В такой опасной ситуации оказались герои нашего следующего сюжета. Если верить прогнозам синоптиков, о которых мы говорили ранее, неделя у людей предстоит непростая. При этом управляющая компания на проблему глаза закрыла. Открыть их попытался дежурный по городу. За окном сегодня идет дождь, а в доме на улице Чертенкова – граб. С потолка могут упасть такие вот куски бетона и даже острые куски шифера. Слава богу, от этого пока никто не пострадал. Но судя по дырам в крыше, ответственным лицам стоит начать переживать за здоровье их клиентов. Мы здесь проживаем, и вот этот вот кусок дырки прямо сюда упал. Это ладно, что у меня ребенок вперед домой зашел. Ходили в ЖКО и нули эмоции. Ну, конечно, страшно. А если бы я говорю, вот, не, вот заходите, он здесь вот под ногами валяется. Если бы он на меня, кто бы за это отвечал. У нас крыша, она протекает. У нас от крыши ничего не остается. И у нас все, здесь вот все льется, все сыпется. Это все гнилое, это все гнилое. Я боюсь то, что у нас дети, дети. У меня больные ноги, я еле хожу. Так затрещит, я не успею реагировать, спуститься. Вы смотрите на весь этот ужас. Что в голове, какие мысли у вас возникают? О-о-о! Если бы я скажу. Страшно. Ничего не делается, ничего. Управляющая компания вообще плюнула. Мы решили навестить сотрудников управляющей компании. Казалось, приехали по адресу и даже дозвонились до директора. Как вдруг? Вы вообще не по адресу управляющая компания. Содружество не обслуживает дом Чертенкова. Но мне сказали, что в этом содружество ЭКМОС, да. Это раз, и там непосредственное управление, которое под собой ремонты не подразумевает. А как я могу тогда связаться с ЭКМОС, управляющей компанией? Да я сейчас вам не могу подсказать. Поэтому таинственную управляющую компанию нам пришлось искать самим. Мы обошли дом вокруг, и нигде управляющей компанией ЭКМОС мы не нашли. Карта показывает, что она находится в этом же здании, что и управляющая компания Содружества. Подозреваю, что у них одна диспетчерская. Мне говорят, что управляющая компания ЭКМОС находится в этом здании, но при этом в соседний кабинет. Оказывается, мы были так близки. Закрыто. Любой телефон, указанный на сайте, управляющий компанией ЭКМОС перенаправляет нас в компанию Содружества. Ничего не понимаю. А вы, получается, управляющая компанией ЭКМОС еще, да? Угу. И директор у вас один, получается. Угу. Так, интересно. Пока мы ищем ответственное лицо, крыша в доме продолжает гнить. Думаем, вопрос будет решаться быстрее с администрацией железнодорожного района. Перестанет ли в доме на улице Чертенково идти град? Узнаете в итоговой программе ДПГ. По городу дежурили Александра Фишева, Санжи Шагжин, телекомпания «Арикус». К другим темам. Монах из Шаолиния провел мастер-класс по ушу для спортсмена в столице. Послушать мастера собрались полусотни учеников спортивной школы «Золотой дракон». Азы древнего искусства вместе с ними постигала и моя коллега Саюна Бухаева. Директор легендарной школы боевых искусств «Шаолини», как и все ученики, имеет два имени. Чен Чжун Кай при посвящении получил духовное имя Син Цзунь. Он представитель 32-го поколения монахов. В Бурятии уже во второй раз впервые обрязка школе ушел и стал в Москве. Впервые учеников школы «Золотой дракон» видел на форуме в Москве, но тогда я не знал, что существует в Бурятии. И я думал, что это ребята из Монголии. И очень удивился уровню ребят. Ученики школы «Золотой дракон» очень профессионально подготовлены. По форме, по силе, по движениям. Они на уровне китайских спортсменов. Линии, правильность движений – у них все это присутствует. Шаолинь – один из знаменитых стилей ушу. Для обучения только базовым техникам требуется около 10 лет. Это при условии ежедневных шестичасовых тренировок. Ученики бурятской школы изучают как традиционные виды, так и спортивные. Стиль шаолинь, известный на весь мир. Я его не изучал. И на данный момент, мне кажется, это очень крутой стиль. И хотел бы его попробовать. Будет для меня стимулом приехать в Китай, посмотреть шаолинь вживую. Тренировка маленькая, сложновато. Движения некоторые можно сразу не понять. Надо учиться, смотреть долго. Когда первый раз учишь, практически вообще ничего не понятно. Тренируемся здесь по своему желанию. Нас здесь никто не заставляет. Не нужно знать 100 книг, куда самосовершенствует. Нужно знать два принципа. Это самодисциплина и действия. Я не хочу и никогда не растил здесь спортсменов. Поэтому в нашей школе всегда берем ребят с любым состоянием здоровья. Важно, чтобы это был прежде всего человек. Для того, чтобы понимать ушу, именно как основу ушу, как духовное развитие. Через тренировку, через концентрацию, через различные другие методики. То есть это важное общение. Монах Шаалиня провел тренировки и для жителей республики. В честь открытия буддийского форума занятия состоялись на площади Советов. Расслабляемся, притягиваемся. С одной стороны хорошо, конечно, да? Все расслабляет, все это. Подготовить на упражнение. Ну что говорите? Почувствовал себя лучше. Призываю всех заниматься спортом. Не только физическое, но и духовное здоровье обсудят на форуме. Он будет длиться до 14 августа. Основные мероприятия начнутся во вторник ФСК. Пройдут конференции, мастер-классы, обсудят вопросы развития, философии, религии и дальнейшее сотрудничество. На форум приехали буддисты из 10 стран. Саюна Бухаева, Валерий Чайдопов, телекомпания «Оригус». Тем временем Улан-Удэ готовится к образовательному фестивалю. Учителей учеников приглашают на «Гик-тичер-фест». Там они смогут встретиться с лучшими спикерами со всей страны, которые расскажут про секреты образования. Всего пройдет около 20 мастер-классов. Участники узнают, как создать чат-бота для помощи в учебе, написать сайт и внедрить мемы в учебный процесс. Участие в фестивале бесплатное, но вот количество мест ограничено. Зарегистрироваться можно по адресу на экране. Фестиваль стартует 17 августа в 10 часов утра в Национальной библиотеке. Продолжаем. День строителей отмечала вся страна накануне. В этой сфере работают почти 2000 организаций республики. И благодаря их усилиям появляются новые социальные объекты и жилые дома. Тему продолжит Артемий Ушаков. В Бурятии в строительной отрасли занято более 10 тысяч человек. Многие специалисты имеют профильное образование и потому по праву считают себя профессионалами. В профильном комитете мэрии говорят это действительно так. Даже простой строитель часто имеет инженерное образование. Инженера меньше получают, чем сдельщики на объектах. И поэтому молодые специалисты у нас обучаются и уходят на рабочие специальности, чтобы заработать побольше денег. В этом есть свои плюсы. Молодежь лучше разбирается в современных строительных материалах. Умеют читать проекты. И оттого их средняя зарплата примерно в полтора раза выше средней по республике. Работы интересны. В своем плане, как бы, вот, своими словами, если вот добавлю, допустим. Мне было интересно изначально, как это на чертежах все это нарисовано. А потом, когда вживую это все возводится. В прошлом году в Бурятии строители решали в том числе инфраструктурные вопросы. Одних только коммунальных сетей отстроили почти на 4,5 километра. В этом плотно взялись за комплексное развитие территорий. Замечательно в нашей работе, что ты видишь результат своих трудов. Он исчезаем. Ты можешь потрогать, пощупать. И это остается в памяти. Все эти положительные эмоции. Лучших представителей отрасли наградили в минувшие выходные. Второе воскресенье августа в России – это День строителя. Артемий Ушаков, телекомпания «Оригус». Свой праздник на выходных отметили и любители королевы спорта – легкой атлетики. У берегов Священного озера состоялся юбилейный марафон «Чистый Байкал». Самыми яркими моментами забега поделимся в следующем материале. Занимайтесь спортом, любите спортом, болейте спортом, будьте здоровы. И занимайтесь, конечно, легкой атлетикой и бегом. Ура! Счастье чувствую, чувствую результат нашего труда пятилетнего и исполнения мечты. Чтобы бурятие стало беговой и здоровой. День строительства Я занимаюсь по-нормальному первое лето. То есть я мастер спорта по биатону, трехкратная чемпионка Европы. Но не бег. Очень жарко, очень тяжело. Плюс это мой первый марафон. Я никогда не бегала на такие станции. Я, если честно, думаю, не доберусь. Но на морального любых кое-как доспегла. Тренер заставил. Я бы сама не помешала. Это все тренера. Ну и возвращаемся к нашему обсуждению. Сегодня мы разговаривали, нужно ли гражданам контролировать легальность такси. Но разговор немного ушел в другое русло силами наших зрителей. Ирина, должно быть предприятие по перевозке, а не инфосервис, который не часто не несет ответственности, чтобы таксистов нанимали на работу как водителя автобуса, да и машины проверяли и ремонтировали. И другой пользователь Антонина подтверждает, что раньше был таксопарк, был порядок в этой сфере обслуживания. Ну и еще Ирина добавляет к своему мнению, что еще было бы хорошо, если был бы оперативный чат или телефон ГИБДД, где можно сказать и просить помощи о проблемах с поведением авто или водителя. Сейчас есть телефон дежурного, но туда не дозвониться. Ну, надеемся, ответственный услышит этот совет. На этом все. Еще больше интересного всегда ждет вас в аккаунтах Оригус. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы есть во всех соцсетях. Я же с вами прощаюсь. Спасибо, что смотрели нас. Хорошей вам рабочей недели. Субтитры создавал DimaTorzok